Про цены. Как вы вообще к этому вопросу относитесь? Мне очень интересно. Кто вообще покупал не для себя? У вас была какая-то задача поставлена ценовая в первую очередь? Так как я все равно работаю по принципу я должна предложить все два-три варианта даже там на одну точку побюджетнее там или которые мне нужно или там музейный уровень и говоришь вот это инвестиции ты там это такой художник он входит в топ и заказчик его собственно не последний крохи собирает никогда ни разу меня не было так и я его беру и он вроде там неплохо сидит вот на этом месте только то что нравится и я кстати это уважаю когда говорят что надо воспитывать заказчиков надо там но если они имеют деньги значит их чух воспитывать они собственно тоже люди с мозгами и их надо уважать к ним уважительно относиться и я люблю заказчиков и наверное это тоже они чувствуют я привожу какие-то вещи для примера всегда показываю какие-то вещи музейного уровня и стараюсь уговорить и сказать что эта вещь интересная она вас так вот работает прекрасно в вашем помещении но нет вот только должно обязательно понравится даже с этим жить я точно так же у себя дома меня нет такого хотя мне разные художники разных направлений я дома не держу то что мне не нравится то что мне не созвучно нуждом то нам нужно должно быть комфортно другой момент если это помещение скажем так или объект для заказчика который публично публичная личность да и наоборот его это жилое пространство является каким-то еще продолжением его рода деятельности вот я была на той неделе буквально у марина гисичева собственно частных апартаментах вот еще покажу это галерея находится на первом этаже это второй этаж где они проживают она же вы знаете да это как бы форвард нашего современного отечественного рынка искусств входящий там в тройку пятерку в пятерку лидеров и одна из немногих которые очень много выступает на международном уровне как галерист что очень непросто это не вопрос денег это вопрос тебя берут или нет там как бы суть про что что она тоже занимается дизайном интерьеров и она как раз так как она ведет два направления до современное искусство галереи и дизайн проекты она конечно начинает вот картина а вот мы вокруг нее выстраиваем пространство у нее эти инструменты всегда под рукой собственного жилье в котором она принимает ведет приемы бесконечным нон-стоп помещение тоже это выстроена таким образом что в нем очень много предметов искусства и очень может даже провокционных но это все работает на имидж и и и ее работы и и как специалиста и опять же очень полезный не знаю момент не знаю вы знаете об этом нет что лучшие заказчики и и скажем так которые с вами навеки это те которые прошли через вашу собственное дом квартиру с кем вы задружились выпили пару ремок и так далее у меня есть несколько дизайнеров которые вот я знаю лет 20 вот они так работают 10 рабочие точно так же что вот приходите ко мне домой я вам все покажу расскажу и это работает на сто процентов концепт стора галереи так не работают как собственное вот жилое пространство обратите внимание на подсветку я просто не помню там дальше у нас будут слайды или нет потому что это тоже очень важный момент как под освещать предметы искусство как их подавать вот это вот вот да мне кажется совершенно уже не современной штукой и такая лампа она может быть хороша для каких-то антикварных вещей небольших камерных классических а для современного искусства мне кажется они совершенно уже не нужны то есть очень много я плохо разбираюсь в свете скажем так и дизайнерском тем более вы в этом специалисты больше чем я есть потолочные светильники есть навесные на рейлерах есть в полу световые точки можно выстроить и это выглядит намного современнее интереснее то есть это кстати свет становится тоже полноправным участником дизайн пространство по поводу такой момент по поводу цен да все-таки вернемся к этому цены на картины складывается на самом деле очень объективно я нарисовал картинку хочу продать там за 150 тысяч не получится у меня почему потому что это определенный путь в выстраивании этой цены не то что там вот я потратил на это время количество материалов когда говорят особенного я там столько материалов потратил поэтому стоит цена все уходите дальше это вообще так нельзя отвечать это не профессионально это очень важно как что ты закончил у кого-то учился в каких институциях ты учился или у каких-то мастеров ты учился это все работает на твой вот и бэкграунд ценообразования в каких выставках участвовал коллективных а были ли персональные каких галереях ты принимал участие а ездили ты в какие-то а выигрывали ты конкурсы выиграл ли ты гранты и все это постепенно пошагово создает твою цену поэтому цена там в 2000 за работу ну 2000 евро на какой-то предмет очень становится объективно понятно что за этим стоит очень серьезная работа и только художника но и всех людей вокруг него галеристов не галеристов и так далее галеристов и так далее